Рандеву с дилетантом С 20-го и 21-го веков итальянский композитор Эннио Морриконе, написавший музыку более чем к 400 кинофильмам. Обладатель как композитор премии «Оскар» двух «Золотых глобусов» и «Венецианского золотого льва». Синьор Морриконе в Москве в связи со своим концертом в Кремле и студия «Орфея» — единственное место, где он любезно согласился дать такое большое интервью. Добро пожаловать, синьор Морриконе. Граци, граци. Не знаю, как это происходит в Италии. Но ваш концерт в Кремле специально приурочен к празднику женщин 8 марта. Вы осознали свою ответственность перед русскими женщинами? В Италии то же самое. 8 марта — это праздник женщин. Неужели там так серьезно к этому тоже относятся? Нет, у нас дарят цветы женщинам в этот день. И, может быть, не столько, сколько это делают у вас. Но, во всяком случае, я своей жене всегда дарю мимозы. Так что этот день тоже мы отмечаем. Сколько лет вы женаты? 52. 52. Ого! Это у нас называется уже даже не золотая, по-моему, бриллиантовая или что-то в этом роде свадьба. А, нет. В Италии, вовсе, это золотая свадьба плюс 2 года еще. Ваша жена, ваш серьезный критик, она первая слушает вашу музыку, она дает какие-то свои критические оценки? Да, моя жена первая слушает музыку, но, правда, в форме только фортепианного сочинения, не в форме записи, не в форме исполнения с оркестром. Тем не менее, первое впечатление от музыки и первые свои замечания именно она имеет и мне высказывает. Для меня настолько необычна встреча с Эннио Мориконой, что, возможно, я задаю несколько примитивных вопросов, но мне очень интересно, какие инструменты стоят в вашем итальянском доме? У меня, конечно, находится фортепиано и потом некоторые этнические инструменты, например, флейтопана, например, труба специальная из Непала, еще несколько этнических инструментов. Неужели у вас дома нет синтезатора? Я об этом позже хочу с вами поговорить. Нет, у меня синтезатора нет дома. Как интересно, чуть позже мы вернемся к этому. Если можно, чуть-чуть к вашему детству. Я знаю, ваш папа был трубач. Немножко расскажите о вашем детстве. Вас заставляли заниматься музыкой или это вам хотелось самому? Действительно, играл на трубе и он был очень хороший музыкант. Именно с ним я, прежде всего, стал играть на трубе. Стал учиться играть на трубе. И сразу, как я поступил в консерваторию, я тут же начал изучать композицию. Я переходил от одного преподавателя к другому. Я изучал композицию, изучал фугу, изучал гармонию, контрапункт и переходил из одной стадии обучения в другую. И моим основным преподавателем был Го Фредо Петраси. Вашему папе, вашей маме удалось оценить ваши композиторские способности? Да, мои родители оценили мой интерес и мое призвание к музыке. Правда, они предпочитали, чтобы я сочинял песни и такие легкие мелодии. А я больше тягодел к классической музыке или, как я ее называю, абсолютной. Почему вы называете эту музыку абсолютной? Я называю ее абсолютной музыкой, потому что считаю, что музыка, которая, например, пишется для кино, и даже музыка религиозная, не является абсолютной музыкой в смысле классики, потому что они в известном смысле пишутся по заказу и что-то сопровождают в фильме, скажем, сценарии в церкви, религиозные службы. Но, конечно, здесь тоже есть различия, потому что что значит абсолютная музыка? Это музыка, которая писалась по заказу суверенов, князей. Она была предназначена для каких-то определенных торжественных случаев, военные марши или религиозные песнопения, какие-то торжественные кантаты. Но это не значит, что эта музыка, можно сказать, заказная в смысле очень современна. Поэтому здесь грань такая относительная. Часто ли вы, сеньор Морриконе, работаете не по заказам, не когда вам режиссер предлагает работу в том или ином фильме, а просто для себя? И режиссер комиссионна на музыке, композиторе... Ну, во всяком случае, основа моей работы режиссер мне заказывает музыку под определенную идею, под определенный фильм. Дальше я ее пишу, а потом режиссер принимает эту музыку. Сеньор Морриконе, я читал в одном из ваших интервью, что вы всегда мечтали стать классическим композитором. Но стали, наверное, одним из двух самых популярных в мире в 20 веке создателей киномузыки. Вы ведь, надеюсь, не сожалеете об этом? Нет, я пишу и музыку для кино, и я пишу классическую музыку. Для меня нет специальной какой-то преференции в этом смысле. Конечно, среди написанной мной музыки большинство музыки сделано для фильмов. Но я пишу также и классическую музыку. Правда, в общем числе, ее не так много, как остальной музыки, музыки для фильмов. Но в известном смысле, музыка, которая заказывается мне для фильмов, здесь моя ответственность в известном смысле разделяется с режиссером. В то время как, сочиняя музыку классическую, абсолютную, вся ответственность лежит на мне. Позвольте перейти к вашим режиссерам. Вы работали с гениальными режиссерами. Серджио Леоне, Бернардо Бертолуччи, Пазолини, Альмадовар, Роман Поланский, Брайан де Пальмо. Но кто из них все-таки стал вашим главным режиссером? Кто первым помог вам научиться так потрясающе совмещать язык музыки и язык образов на экране? Вы знаете, я не могу дать какой-то ответ конкретный по этому поводу, потому что я привык работать с разными режиссерами, и у них у каждого есть свои отличительные и хорошие черты. Но начинали вы с Серджио Леоне, да? Нет, до еще Серджио Леоне. Я начинала работать с Лучано Сальчи. А с Серджио Леоне вы ходили в одну школу? Ну, один класс. У вас дома хранится большая фонотека звуков. Я имею в виду не музыкальных звуков, а тех звуков, которые мы слышим в джунглях, в океане, я не знаю, в саду. Нет, у меня нет этих звуков записанных. Эти звуки я представляю себе, я воображаю. Вы когда-нибудь слышали, как кричит койот? Конечно, я слышал. Вы ведь понимаете, почему я задал этот вопрос? Да, я понимаю. Потом он был вновь, чтобы он был вновь, чтобы он был вновь. Да, конечно, потому что, собственно говоря, отсюда родилась основная мелодия для фильма. Добрый, злой. Да, хороший, плохой, злой. Хороший, плохой. А вот эта сцена, когда 20 секунд раскуривается сигара. Когда Клинт Иствуд, когда 20 секунд он раскуривает сигару, это сопровождается потрясающим каким-то музыкальным сцоном. Сержо Леоне у него был такой прием, когда он создавал свои фильмы, свои вестерны. Там были такие длинные паузы, там было мало текста, для того, чтобы зрители могли во время этих пауз представить себе все пространство действия. И это было как очень серьезно, так и иронически. То есть было два направления, которые давал Сержо Леоне. Это был его стиль в фильмах вестерн. Потрясающе. В России, наверное, лучше всего знают фильмы, которым вы писали музыки такие. «Однажды в Америке», «Однажды на Диком Западе», «Профессионал», «Спрут». Это самые известные в России фильмы с вашей музыкой. Но у вас у самого есть какие-то любимые фильмы из тех, которые вы сделали? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я записал музыку более чем 400 фильмов. И выделить какой-то один или даже несколько мне невозможно. Но когда ваш сын был маленьким, какую музыку вы ему играли? Я не играл ему никакую музыку. Он сам занимался музыкой и играл то, что он хотел на фортепиано, когда меня не было дома. Потому что когда я был дома, я не хотел, чтобы он играл музыку. Меня это раздражало. А до сих пор раздражает или нет? Да, конечно. Потому что когда я дома, я работаю. А когда я работаю, любой звук, не только музыка, крик, разговор, шорох, мне все мешает. То есть такой нормальный музыкальный папа? Ну, конечно, это нормально, потому что я сконцентрирован на своей работе. И если что-то выбивает меня из этого процесса, то это для меня просто невозможно. Синьора Моррикона, я только что был в одном маленьком русском провинциальном городе и пошел там в ресторан. Оркестр довольно плохо играл вашу музыку, а посетители ресторана танцевали под нее. Я думаю, вы, конечно, не получаете гонорар за это исполнение, поскольку здесь часто воруют. Но вообще вам нравится, когда под вашу музыку танцуют? Нет. Не нравится? Да, конечно. Если говорить об авторских правах, то я имею право получать за исполнение в любом публичном месте. Но что касается того, что публика танцует под мою музыку, знаете, моя музыка не для этого создана, поэтому нет, мне это не нравится. Понятно. Синьора Моррикона, вы когда-то занимались авангардом, вы даже играли в итальянской музыкальной группе, которая исполняла только авангард. Что для вас значит авангардное искусство начала 21 века? Оно вообще существует? Все композиторы так или иначе проходят стадию экспериментаторства. И во время этой стадии они ищут и находят путь своего дальнейшего направления в музыке. Это нормальный процесс. Но так или иначе, этот процесс экспериментирования, он начальный, потому что он не может длиться в течение всей творческой жизни композиторов. Композитор должен найти свой путь, чтобы выразить свою личность в музыкальном жанре. И тогда это будет иметь смысл. Сегодня очень много молодых композиторов, которые пишут совсем невзрачную музыку для кино, телесериалов, много экспериментируют на синтезаторе. Что бы вы им порекомендовали? Да, могу дать совет. Ради бога. Учиться надо. У кого? Они должны учиться в консерватории, должны серьезно изучать композицию. С хорошим преподавателем, который должен выявить талант, если он есть. Вам не кажется, что бесконечные эксперименты с синтезатором убедили их в том, что они стали способными людьми? Нет, только серьезная база изучения законов композиции и серьезной подготовки может дать серьезные результаты, плоды для дальнейшей деятельности, потому что без этого это останется чистым экспериментаторством, и синтезатор не может быть основным и единственным инструментом, на котором сочиняется музыка. Какую музыку вы вообще сами для себя слушаете? Классическую музыку, абсолютную музыку, как я ее называю, современную. Но если я слышу красивую песню, мне тоже это нравится. У меня нет никакого предпочтения в этом смысле. Важно, чтобы это была сильно написанная, сильно сочиненная музыка. Вы, наверное, часто сталкивались с плагиатом. Я, например, иногда слышу ваши интонации в какой-то совершенно чужой музыке, когда вашу музыку крадут. Музыка существует раньше, чем кто-то из композиторов начинает создавать свою. И, естественно, у каждого композитора есть свой один или даже несколько отцов духовных в этом смысле. Я не считаю предосудительным, если какие-то мелодии возникают похожие или даже те же самые, которые уже были сочинены кем-то. Важно то, чтобы эта мелодия не была основным. То есть я даже не употребляю слово «ворованная музыка», ну, скажем, плагиат. Все-таки важно, чтобы эта музыка, если она звучит уже знакомая из других произведений, из других авторов, что она не была бы доминантой, потому что композитор должен сочинить музыку, чтобы выразить себя, выразить свое лицо, чтобы люди знали, что это именно его музыка. Этим он отличается от других. Так что основной процесс в отправной части еще такого пассивного звучания, он может иметь какие-то реминесценции, но в основном, как результат, он должен превосходить отдельные отрывочные мелодии. Все-таки не только композиторы, но и скульпторы, и художники. Все творческие люди, так или иначе, во всяком случае, в начале пути, они имели кого-то, кто их вдохновлял. Если мы говорим о музыке, то, скажем, ранний Бетховен несколько походил на позднего Моцарта, ранний Моцарт походил на Гайдена. Но это не значит, что эти люди остались на этом. Они развили свое творчество, свое творческое лицо и создали свою музыку. Синьора Морриконна, в этом году у вас юбилей. Как вы его будете отмечать? А, юбилей. Вы забыли об этом? А, вы не думаете, что я его буду каким-то образом праздновать? Будет какой-то концерт специальный, нет? Ну да, концерты будут, и даже не один, конечно. Но мы не фестидем. У нас это не принято, мы не празднуем юбилеи. Вообще, где вы больше всего любите жить? В Риме? Какие ваши любимые места в Риме? Вот если пойти пешком гулять, куда вы идете? Там, где я живу, я себя чувствую прекрасно. Но больше всего мне нравится, конечно, центр города. Около всего античного города, который еще до сих пор. Я предпочитаю исторический центр. Синьора Морриконна, спасибо большое, я вас утомил. Я прошу передать мои поздравления вашей жене, когда вы вернетесь. Как ее зовут? Спасибо, спасибо большое, что я застанкался с этой эмиссией, с этой конверсацией. Я прошу передать мою поздравление вашей жене. Как она называется? Мария. Мария, передайте, пожалуйста, Марии мои поздравления с женским днем. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, я обязательно передам поздравления моей жене. Спасибо, и напоследок скажите, пожалуйста, несколько слов русским женщинам. Да, все, которые мы видим, они очень красивые. Да, всех тех, которых я до сих пор здесь встречал, они очень красивые. Во всяком случае, большая часть. Еще они очень любят музыку, и музыку Энио Морриконе в том числе. И сегодня, поскольку это праздник всех женщин, я со всей искренности могу сказать, они все прекрасны. Ну что же, еще раз огромное спасибо сеньору Энио Морриконе. Это была программа «Рандеву с дилетантом» и в гостях у Владимира Молчанова была музыкальная легенда 20-го и 21-го веков, итальянский композитор Энио Морриконе. Позвольте еще раз поздравить вас с женским днем и передать вам, как я уже сказал в начале, через эфир радио «Орфей» мои воздушные поцелуи. Это был Владимир Молчанов.